Сегодня хочу поговорить о том, что мешает нам заниматься творчеством. Ну, точнее, не нам, а мне, потому что про вас я ничего не знаю, а про себя кое-что понял, и как раз в результате того, что я понял, и появился вот этот соло-подкаст, который вы сейчас слушаете, потому что если бы я не разобрался с этими вопросами, то, скорее всего, я бы не начал делать сейчас эту штуку. Меня зовут Артур Белостоцкий, и я последние лет 6-7, довольно-таки много, короче, лет, занимаюсь творческой работой. Я работал редактором, я был продюсером подкастов, я запускал подкасты, запускал творческие всякие проекты и делал их довольно-таки успешно. Но, несмотря на все это, для меня все еще остается большой проблемой делать какие-то личные творческие проекты. Писать музыку, снимать видео для Ютуба, снимать какие-то рилсы, записывать песни. Все это, это штуки, которые я постоянно откладываю. И, кажется, проблема здесь не только в нехватке времени, и нехватка времени здесь вообще скорее как просто какая-то приличная отмаза, а есть что-то еще. И вот в этом чем-то еще я сегодня хочу разбираться. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал. Я пока ничего вам не могу пообещать по поводу периодичности выхода моих видео, но надеюсь, что я победю, побежу, справлюсь с теми проблемами, которые мешают мне заниматься творчеством успешно. Успешно буду справляться с ними каждую неделю и выходить к вам и что-то интересное рассказывать. Я нашел 7 вещей, которые мешают мне заниматься творчеством, и хочу ими с вами поделиться. Первая причина – это мысль о том, что творческая деятельность – это удел каких-то особенных людей. Я считаю, что это просто полнейший буллшот, и здесь можно сильно долго не останавливаться. Я считаю, что любой человек, он априори творческий, потому что все, что мы делаем – это так или иначе творчество. То, как мы заправляем кровать или не заправляем ее – это проявление нашего творчества. То, как мы завариваем чай, делаем кофе, готовим завтрак, обед и ужин – все это какие-то творческие проявления нас. То, как мы разговариваем. В конце концов, все мы разговариваем, все мы складываем звуки в слова, в речь. У нас у всех есть какие-то мысли, какое-то мнение по разным вопросам. Все это – результат нашей творческой деятельности. А творческая деятельность – это переработка известного для того, чтобы получить что-то новое. У нас к нам в голову поступает много-много всяких сигналов. Иногда из этих сигналов мы делаем какие-то выводы, и на выходе получается творческий продукт, даже если это просто какая-то шутка, которую мы рассказали друзьям за бутылкой пива. Вторая причина, которая уже гораздо более такая значительная и весомая, особенно для меня – это страх облажаться. Когда начинаешь делать что-то новое, всегда страшно, потому что, ну, если речь обо мне, я чаще всего берусь за какие-то новые штуки, тогда, когда вдохновился тем, как кто-то другой сделал что-то классное. Например, увидел классный видеоблог. Вот сегодня я вдохновился для того, чтобы записать это видео, потому что посмотрел соло-подкаст Жени Лилюка. Это очень классный человек, сценарист, редактор, который ведет такой вот соло-подкаст тоже. Я смотрел его видео и думал, блин, классно, хочу сделать что-то похожее. И когда ты видишь какой-то образец, ты на него смотришь, у тебя в голове еще воображение как-то все это дорабатывает, и ты думаешь, блин, какая крутая картинка, какой крутой звук, какое крутое содержание. А потом понимаешь, насколько непросто тебе будет это все сделать, потому что ты в этом не разбираешься. и понимаешь, сколько всего нужно освоить, изучить, понять, и просто сколько потом нужно будет часов потратить, чтобы, например, в случае с видео, чтобы все это смонтировать. Я вот прямо сейчас испытываю некоторую боль, когда думаю о том, как я буду это видео монтировать. И на старте, в общем, есть страх, что ты сейчас потратишь много сил, много времени, а все равно получится говно. И это мешает начать. Но самое интересное, что страх облажаться, он тем сильнее, чем больше успехов у тебя было в принципе. То есть вот, например, в моем случае у меня были успешные проекты. Мы вместе с партнершей делали подкаст «Заварили бизнес», и этот подкаст был суперуспешен в тот момент, когда он появился и когда он выходил. Его слушало какое-то по меркам подкастов тогда довольно-таки значительное количество людей. Эти люди писали отзывы, им все очень нравилось, им было интересно. Мы задавали какую-то планку самим себе и рынку в целом. И поэтому, когда я сейчас придумываю какую-то идею сделать что-то новое, я всегда как бы держу в голове вот эту планку. И я боюсь, что я сделаю какую-то штуку, и она окажется посредственной. Даже не просто плохой, а посредственной. И это как будто бы намного хуже. Потому что то было вау, а теперь я сделаю что-то ну так. Ну так. И это то, что мешает. Что с этим делать? Я не знаю. Но, наверное, надо держать в голове, что, в общем-то, всем насрать. И что если ты сделал плохое видео, ну окей, ничего страшного не случится. Твоя жизнь на этом не кончится, моя жизнь на этом не кончится. Ничья жизнь, я надеюсь, на этом не кончится. Поэтому я себе, я решил, что я разрешаю себе сделать какую-то посредственную фигню, какую-то скучную фигню, какую-то неинтересную фигню. И вообще, на самом деле, в творчестве нет каких-то объективных критериев, хорошо это или плохо. Ну, вот скажем, видео. Да, есть какие-то технические характеристики, типа, качественная картинка, качественный звук. Я сейчас снимаю это дело на iPhone, звук у меня тут самый лучший вообще из возможных. Тут спору нет. Но сколько есть классных видео, в которых плохой звук или плохая картинка, плохой свет, но есть какая-то интересная мысль, и поэтому это интересно людям. Поэтому важно определиться со собственными критериями. И для меня важный... И для меня важный... Да что ж такое, я заикаюсь. И для меня важный критерий успешности творческого продукта, это его востребованность. Ну, то есть, типа, смотрят ли его люди, слушают ли его люди, нравится ли он им. И, кажется, здесь есть одна важная деталь. Важно, чтобы то, что вы делаете, тот творческий проект, был востребован в первую очередь вами. Если никто не посмотрел ваши видео, хрен бы с ним. Главное, чтобы его посмотрели вы, и вам оно по кайфу. Если оно не зашло аудитории, ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Это не все, что вы делаете, должно обязательно всем нравиться. Вот я, наверное, решил, что я буду поступать именно так. Это не очень хорошо работает в каких-то рабочих проектах, но если речь о чистом творчестве, когда вы делаете что-то просто потому что вам хочется, потому что вам хочется как-то самовыразиться, Почему нет? Будьте своим главным, единственным и неповторимым зрителем и слушателем. Вторая вещь, которая мешает мне заниматься творчеством, это перфекционизм. Я только что пять раз перезаписал эту фразу. Мы сейчас в такое время живем, интересное, когда мы никогда не находимся в каком-то информационном вакууме. То есть, если раньше ты живешь в каком-нибудь небольшом городе, и ты пишешь картины, ты сравниваешь себя с еще 50 людьми в своем городе, которые пишут картины. Ты не сравниваешь себя с Пикассо, ты не сравниваешь себя с Сальвадором Дали, потому что они где-то далеко. Их картины люди видели только на картинках в каких-нибудь журналах и книжках, в учебниках и, может быть, еще на каких-то репродукциях. Но вот людей, которые могут написать прям картину маслом и показать ее людям у тебя в городе, их там можно пересчитать по пальцам нескольких рук. Сейчас же, когда ты заходишь на YouTube, например, чтобы записать видео, выложить его, то ты не сравниваешь себя с чуваками из твоего города, которые тоже записывают видео на YouTube. Ты сравниваешь себя со всем YouTube мировым, вот всем, какой он есть. Ты сравниваешь себя с топовыми блогерами, ты сравниваешь себя с авторами из телека, ты сравниваешь себя с кино, которое выходит. Потому что все это, это все существует на одном и том же экране, на одной и той же площадке. И, конечно, когда смотришь на то, как у кого-то шикарный звук, шикарный свет, шикарная картинка, шикарное содержание, шикарная дикция, то ты со всем этим себя сравниваешь, и ты начинаешь выдорачивать просто все для того, чтобы у тебя все было великолепно. Ты выдорачиваешь стены, выдорачиваешь звук, выдорачиваешь задник, чтобы все было красиво. Даже сейчас, когда я хотел снять вот это видео, которое я для вас снимаю, я вроде как решил, что я не буду заморачиваться вообще, и просто поставлю камеру и начну вещать. Но потом все-таки я посмотрел. Как-то вот плакат кривовато стоит, надо подвинуть, как-то надо зелени поставить, чтобы было хорошо. Творческий беспорядок, ну, в общем, немножко прибрать, оставить только нужную его часть. Как-то сделать вот тут, чтобы красиво свет падал, поставить тут лампочку, а не только, чтобы из окна свет сюда попадал. В общем, начинается перфекционизм. И тут очень важно себя остановить. Есть такая штука, как эффект уменьшающейся выгоды. Когда ты что-то улучшаешь, вкладываешь ресурсы, например, в покупку нового оборудования, в то, чтобы там как-то свет еще подвинуть, там еще что-то. Это все здорово, но до определенной меры, до определенной поры, когда уже твои усилия и инвестиции, они не приносят какого-то значимого результата. И вот этот перфекционизм, это задротство, мне кажется, его корни, с одной стороны, в том, что мы сравниваем себя с лучшими образцами, сразу всеми лучшими образцами всего на свете, Хотя на самом деле люди, выбирая, что им посмотреть, вас или кого-то другого, они не сравнивают вас и Влада А4 или Дудя, или еще кого-то. Во-первых, вы просто находитесь в каких-то, ну, разных весовых категориях, в разных лигах. Вы, который снимает свое первое видео и какой-нибудь топовый блогер с миллионами просмотров. Во-вторых, конечно, да, существует конкуренция, что человек принимает решение, что ему посмотреть. Типа вот у него высветилось в ленте, вот вышел новое интервью известного блогера и вот еще какой-то неизвестный чувак. Но он принимает его не потому, как у вас выставлен свет или какая у вас камера. Может быть, отчасти поэтому тоже. Я не знаю. Мне сложно здесь сказать, потому что я очень много страдаю перфекционизмом, и единственный способ, которым я от него лечусь, это делать специально плохо. Вот здесь я решил, что я потрачу максимум 5 минут на то, чтобы подготовить сцену, для того, чтобы у меня здесь был какой-то более-менее симпатичный задник. Я решил, что буду снимать на фронтальную камеру своего айфона, потому что я хочу видеть, что там получается. Я не буду заморачиваться с тем, чтобы как-то слишком долго выставлять камеру. Я не буду пытаться сделать так, чтобы этот великолепный микрофон не лез в кадр. Я не буду пытаться сделать так, чтобы этот великолепный свет не лез в кадр. Пусть все это будет. Я специально сделаю, ну, не супер аккуратно, немножко неряшливо, но зато я сделаю. Done is better than perfect, но иногда тяжело себя в этом убедить, когда доходит до дела. Я, кстати, не обещал вам, что здесь будут какие-то ответы и решения. Я не психолог, не психотерапевт. Я не знаю, какие лично у вас есть тараканы в голове. Я со своими-то не со всеми знаком, но я вот делюсь своими наблюдениями. Не обязательно в конце будет какой-то логичный вывод и рецепт какой-то, что нам нужно сделать, чтобы спастись. Еще можно бояться показаться смешными и нелепыми. То есть, что вот ты сделаешь что-то такое творческое, обнажишься, а люди на тобой посмеются. Ты вроде как всю душу выложил, записал это видео, разобрал свои страхи, поделился тем, что вот сокровенное ты в себе накопал, а люди просто поржут на тобой, потому что у тебя, например, лицо узкое. И люди на это обратят внимание. Или что у тебя, не знаю, усы как-то некрасиво торчат, или в зубах, кстати, застрял. В общем, творчество это такая штука, когда мы немножко обнажаемся. Мы выходим к людям и показываем, вот мы такие, мы вот так мыслим, так чувствуем, так мы соображаем, так мы говорим, такая у нас дикция, так мы выглядим, такие у нас прыщи. Выходим к людям со всем этим, и всегда найдется кто-то, кто этого не оценит и скажет, что вы плохо выглядите, плохо звучите, мысли ваши банальные и тупые, а про это еще будет чуть-чуть дальше. И тут, наверное, нужно с одной стороны как-то выработать в себе какой-то здоровый похуизм по этому поводу, насрать. Ну, скажут, и ладно. Наверное, к этому в целом немножко привыкаешь, когда делаешь долго такие вещи, какие-то публичные. Кто-то назовет вашу картину мазнёй, скотина какая-нибудь. Что меня здесь утешает, это то, что да, всегда найдутся какие-то люди, которым вы не понравитесь. Но в целом вы не должны всем нравиться, потому что если вы нравитесь всем, это значит, вы какой-то такой человек, который всем угождает. Наверное, это вообще классный скилл, но как будто бы это тогда какой-то личности вас не прослеживается, если вы нравитесь абсолютно всем. Короче, нравится всем вообще не обязательно. А во-вторых, если найдутся люди, которым вы не нравитесь, значит, найдутся люди, которым вы, именно вы, очень понравитесь, которые любят людей, которые вот так выглядят, как вы, которые так звучат, как вы, которые так делятся своими мыслями, как вы, которые рисуют вот такие нелепые картины и вот такими-то цветами и вот так. Ну, вы картины Пикассо, посмотрите, ну, это же, как бы, ну, если так объективно посмотреть, это же странная штука, Это же нужно было либо попасть в какое-то время, либо это требует того, чтобы это распробовали. Сейчас, когда мы уже знаем, что Пикассо это великий художник, все дела, мы, конечно, о, Пикассо. Но в целом, если вот так вот посмотреть трезвым взглядом, то он рисовал довольно-таки странные вещи. И рисовал их странно. И нашлись люди, которым это понравилось, которые сделали так, что Пикассо все считают сейчас великим художником. Так что главное в этом деле найти своих и успокоиться. У меня изначально было 7 пунктов, но сейчас выяснилось, что страх обнажиться и страх показаться смешным, нелепым, это вот как будто бы какая-то одна и та же штука, по крайней мере, очень близкая, поэтому я их объединяю. Еще одна штука, которая мешает заниматься творчеством, это иллюзия общей известности и доступности. Я вот так это назвал. Когда вы, например, начинаете снимать видео, вот в похожем формате, типа как это делаю сейчас я, вас должна посетить в какой-то момент мысль, если вы похожий человек на меня, что, ну, во-первых, таких проектов уже очень много. Очень много видео на ютубе, где человек сидит перед камерой и что-то вещает вот так вот один, какие-то мысли рассказывает. Этого много. Почему люди будут смотреть меня? Это раз. Второе. Первое — это полбеды. Второе — это когда вам приходит в голову мысль, о чем бы вы хотели высказаться. Например, написать какой-то пост или видео, например, вот о том, что нам мешает быть творческими. Ну что, разве никто об этом до сих пор не высказывался? Наверняка 99% того, что я сейчас рассказываю, уже написал в своей книжке Остин Клеон, автор книги «Короди как художник». Наверняка уже все это сказано. Зачем я буду еще одно видео записывать на эту тему? Почему люди будут смотреть это? Почему они будут это слушать? И вообще, скорее всего, они, когда увидят это видео, они такие, блин, но еще один банальный пересказ каких-то очень банальных идей. Что я делаю с этими мыслями? Я говорю себе, во-первых, что книжку «Короди как художник», с которой действительно, возможно, перекликается все то, о чем я сейчас говорю, читали далеко не все. Это мне кажется, что ее читали все, потому что ее читал я в первую очередь и еще несколько человек в моем окружении. А еще огромное количество людей, которые ее не читали, но знают, что такая книжка существует. И вот эта вот иллюзия, что что-то читали все — это именно иллюзия, потому что, ну, нет такого. Например, я недавно узнал, что моя лучшая подруга не читала Гарри Поттера. Для меня это был полнейший шок, потому что, во-первых, я думал, что, ну, Гарри Поттера читали все, то есть для меня по умолчанию, что Гарри Поттера читали все. А во-вторых, ну, вот конкретно про тебя, Катя, я бы, конечно, такого не подумал никогда. Так вот, это иллюзия, что все читали все, все все смотрели. Например, у меня лента в Ютубе состоит в основном из англоязычных каких-нибудь американских блогеров. И я смотрю, вижу, какая классная тема, это какой-то классный прием в видео. И думаю, во, надо применить это к себе. А потом думаю, блин, все скажут, что это он сделал, как у Кейси Нестета. А потом я выхожу на улицу и понимаю, что 99,9% людей, которых я вижу на улицу, никогда не слышали ни про какого Кейси Нестета. И про Джонни Харриса они не слышали. И даже про каких-то русскоязычных популярных блогеров большинство людей, которых мы видим на улице, не слышали. Может быть, эти люди и Ютуб не смотрят? Ну да ладно. Короче, то, что все все видели, это иллюзия. То, что все все читали, это иллюзия. Особенно бывает, когда ты читаешь, опять-таки, какого-нибудь человека, и видишь у него пост на какую-то тему, который тебя побуждает тоже высказаться на эту тему. И мысли-то у тебя схожие, в общем-то, с тем, что говорит тот популярный человек, за которым ты следишь. И ты думаешь, блин, ну что я буду об этом писать? Все скажут, ну, господи, он просто копипастит то, что написал, там, не знаю, какой-нибудь Артемий Лебедев. Но фигня в том, что не все мои друзья читают Артемия Лебедева. Не все люди в интернете вообще читают Артемия Лебедева, иначе у него было бы гораздо больше подписчиков. Не все люди смотрят Артемия Лебедева, и то же самое касается всех остальных блогеров. Поэтому, если, что я для себя решил, если какая-то идея меня цепляет, я вижу, что кто-нибудь записал видео на какую-то тему, на которую я чувствую, что мне тоже хочется на эту тему высказаться, я не буду себя останавливать. Даже если мои мысли будут очень близки к тому, что он уже сказал. И более того, мы уже делаем такой круг, и снова возвращаемся к книге «Кради как художник». Даже если вы просто что-то скопируете, возьмете тему, которую уже раскрыл другой человек, с которым у вас в целом похожие мысли, и вы расскажете это своими словами, у вас не получится сделать это один в один, как тот человек. У вас все равно получится что-то свое, вы все равно пропустите это через себя. Сделать что-то вообще один в один, как другой человек, это отдельное огромное искусство, это очень тяжело. Поэтому не надо этого бояться. Все, что я здесь говорю, это мои послания в первую очередь самому себе. Еще одна штука, которая мешает творчеству, это фиксация на идеях. Пока мы еще не раскачали какую-то свою творческую мышцу, мы обычно, я, мы, мы, я, вы, я, возможно, вы тоже, очень-очень-очень трепетно относимся к своим творческим идеям. Нам пришла в голову идея картины. Все, это дело, если мы за это возьмемся, это же какая-то суперважная вещь, это дело нашей жизни. Пришла в голову идея для видоса, для песни, для еще чего-то, для стихотворения. Это очень серьезно. И когда я вот таким образом отношусь к своим идеям, это меня всегда тормозит, потому что сразу вырастает огромное чувство ответственности за то, чтобы не облажаться, воплощая такую великую идею, на которую я такую какую-то огромную необоснованную ставку делаю. Вообще я стараюсь приучить себя к тому, что идеи это такой расходный материал, что идеи должны приходить вот так, они, конечно, при этом могут быть совершенно отстойными, но они должны приходить вот так, я должен их тут же пытаться реализовать там в том или ином виде, то, почему я сейчас снимаю это наколеночное видео, и идти дальше уже к следующей идее и реализовывать ее чуть-чуть получше. Короче, вот себя в комнате со всеми этими идеями я представляю как такого художника в мастерской, где тут валяются какие-то бумажки, тут тоже какие-то краски, тут незаконченная работа, тут еще что-то, тут какой-то эскиз, 10-15 эскизов к работе, которую потом он сделает начисто, и которая, возможно, потом станет великой. А может быть нет, и потом он сделает еще один ремейк, и может быть этот ремейк станет великим, а может быть тоже нет. Вот как-то так. Ну и последнее, это слишком серьезное отношение к себе. Когда мы воспринимаем себя как творца, такого творца с большой буквы, человека, который делает что-то такое, что обязательно должно зацепить людей, то, что должно повлиять на умы, человека, который не может упасть в грязь лицом. Если мы так делаем, если я так на себя начинаю смотреть, если в какой-то момент я начинаю относиться к себе слишком серьезно, то, что я не просто чувак, который сидит в комнате и может записать видео, может подкаст записать, может еще что-то сделать, может какую-нибудь закорючку нарисовать. Когда я начинаю воспринимать себя как, не знаю, эксперта, специалиста в чем-то, в основном это происходит с подачей других людей, у меня у самого органически не такое большое самомнение, тогда мне очень сложно становится делать что-то новое, творить, пробовать, потому что чем серьезнее к себе относишься, тем сильнее эффект всех предыдущих вещей, о которых я уже сказал. Вот такие дела. Уже 32 минуты я записываю этот соло-подкаст. Это моя, на самом деле, такая первая проба в этом формате, в этом качестве. До этого я что-то такое, кажется, не записывал, по крайней мере, такое, где я высказывал именно свои мысли, а не работал по какому-то готовому сценарию. Поэтому, если вам понравилось, то я буду очень благодарен, если вы поставите палец вверх под этим видео, если вы напишите в комментариях что-нибудь приятное и поделитесь, может быть, какими-то своими мыслями по поводу того, что вам мешает творить. Может быть, вы тоже прошли какой-то вот подобный путь или проходите его прямо сейчас. Может быть, это видео вас как-то вдохновило и подбодрило, то тоже напишите в комментариях, это меня самого очень сильно подбодрит. Ну и подписывайтесь на канал, потому что я думаю, что у меня здесь с какой-то периодичностью, не обещаю, что там раз в неделю или в две или еще как-то, но с какой-то периодичностью я надеюсь такие видео выпускать, высказываться о том, что меня волнует, о том, о чем мне есть сказать. Меня зовут Артур Белостоцкий, спасибо, что досмотрели до этого места, пока-пока.